Салям алейкум, дорогие телезрители и любители спорта! В эфире программа «Спортивный характер» и с вами я, Ленур Катаев. В некоторых странах этот вид спорта является национальным, и у нас в Крыму ему уделяют должное внимание. Эстетическая гимнастика. Она возникла на стыке спорта и искусства. И несмотря на то, что этот вид спорта пришел к нам достаточно недавно, его приверженцы уже успешно выступают на международных соревнованиях. А как именно он сформировался и появился, смотрите далее в нашем сюжете. Эстетическая гимнастика – вид спорта, который, несмотря на свою более чем столетнюю историю, до сих пор считается молодым в нашей стране. Если о художественной гимнастике слышал каждый, то эстетическая гимнастика в России появилась сравнительно недавно – в конце 90-х годов XX века. Не являясь олимпийским видом спорта, по этой дисциплине уже проводятся турниры и мировые чемпионаты. Что же такое эстетическая гимнастика и в чем ее особенность? Давайте разбираться вместе. Родоначальником эстетической гимнастики считается знаменитая Асидора Дункан. Именно ее свободные танцы босиком, лишенные жестких рамок и строгости, положили начало новому направлению гимнастических упражнений. Сейчас эстетическая гимнастика имеет множество поклонников. В некоторых странах, например, в Эстонии и Финляндии, этот вид гимнастики считается национальным видом спорта. Эстетическую гимнастику часто сравнивают с художественной. Действительно, у них много общего. В обеих дисциплинах под музыку выполняются танцевальные акробатические элементы. Для обеих нужна гибкость и пластика. Но на этом сходства заканчиваются. Кстати, художественная гимнастика, несмотря на свою внешнюю нежность и утонченность, достаточно жесткий вид спорта. Для подготовки гимнасток изначально берут детей с хорошими данными в пластике и выносливости. Эстетическая гимнастика – более щадящий вид спорта. Заниматься ею могут все желающие. Этот вид спорта развивает пластику, держит мышцы в тонусе, придает движениям грациозность и плавность. Именно это и ценится в эстетической гимнастике. Кроме того, эстетическая гимнастика дает возможность самовыражения, поднимает самооценку. Это прекрасный выбор спортивного занятия для девочек и отличная тренировка для женщин любого возраста и уровня физической подготовки. Сегодня мы поговорим об одном из самых женственных видов спорта – эстетической гимнастики, которая стремительно завоевывает популярность среди прекрасного пола, а поможет нам раскрыть все тонкости этого вида спорта президент клуба эстетической гимнастики Асоль Зарема Галиева. Салям алейкум, Зарем аханум. Салям алейкум. Как мы уже знаем, эстетическая гимнастика – это один из самых женственных видов спорта. Чем же все-таки он отличается от спортивной и художественной гимнастики? Эстетическая гимнастика, вот задаются очень много вопросов, что это, почему она называется эстетической. Это пошло… вообще гимнастика зародилась в 1950 году. И она пошла… ее танец считается свободным. Это Сидора Дункан у нас открыла эту эстетическую гимнастику. И это не только зрелищный, грациозный вид спорта. Не зря говорят, что он романтичный, потому что это спектакль на ковре. Вот. И он отличается тем, что групповой вид спорта, не имея предметов, идет больше на здоровье. В этом виде спорта могут заниматься любой возраст. Конечно, если взять высшие спортивные достижения, то, конечно, нужно выбирать детей с хорошими данными. Но вообще у нас есть еще категория миледи, которые занимаются и в 40 лет. Поэтому этот вид спорта, он считается на все поколения, на все возрастные категории. А вот скажите, в отличие от спортивной гимнастики, в эстетической присваиваются спортивные звания? Конечно. У нас классификация в 2009 году, уже когда во главе 2008 года выбрали президента Горячего, пошло масштабное развитие Всероссийской Федерации. Вот. И началось присваивание, открытие в региональных отделениях клубов, школ спортивных, отделений эстетической гимнастики. Естественно, началась классификация всех разрядов. Вот. И разряды выполняются с 10 лет. 10 лет, да? С 10, да. То есть, ну, а в принципе, с какого возраста можно уже приступать к тренировкам? Ну, чтобы было, как бы, развитие, мы берем с маленького возраста, это с 4 лет. С 4 до 6 мы берем детей, которые еще можно что-то научить. Бывает, что приходят из художественной гимнастики 8-10 лет. Вот, если ребенок способный, мы их берем. А вот тогда скажите, спустя какое время разрешается принимать участие в соревнованиях? Участие принимают даже 5-6 лет дети. Но это по правилам внутренних. Мы делаем соревнования внутри республики. А вообще официальные соревнования с 10 лет. Начинают выступать дети на всероссийских, на первенствах России. Ну и все. А чемпионаты Крыма это уже женщины. Это 16 лет и старше. Понятно. А тем временем я предлагаю посмотреть, как проходят занятия по эстетической гимнастике Заре Маханум и ее воспитанниц. Зрелищный вид спорта, основанный на естественных движениях всего тела. Это эстетическая гимнастика. Она состоит из ритмических и динамических элементов, выполняемых с естественной грацией и силой. Сегодня у нас достаточно мало групп. Занимается всего две группы. Это совсем малышки, которым 5-6 лет. И девочки старшая сборная команда. Малыши у нас уже заканчивают тренировку, а вот старшие сейчас отрабатывают упражнения, где мы добавляем кое-какие сложности, чтобы поехать на Южно-Федеральный округ на соревнования. Мы готовимся сначала, у нас будет первенство города в феврале месяце, а в марте у нас Южно-Федеральный урок. И мы отрабатываем, конечно, наши упражнения. Важное место в эстетической гимнастике занимают такие виды искусства, как танец и музыка. Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца расширяют общий кругозор занимающихся, знакомят с народным творчеством, развивают у них любовь к искусству своего народа. Они способствуют развитию координации движений, танцевальности, эмоциональности и совершенствованию двигательных качеств. Ох выигад! Присунок! Уже раз, два, и перешла уже, да? И! И! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Стопа выше! И здесь все раз, два, три. И уже попаздываем. Дарья Смирнова – капитан команды «Ассоль». Девочка занимается эстетической гимнастикой уже 9 лет. Признается, победы достаются нелегко. Я капитан команды «Ассоль» уже 2 года подряд. Это, конечно, не очень легкая должность, потому что перед каждыми соревнованиями надо готовить команду, чтобы никто не халтурил перед выступлением, чтобы все было по сценарию, чтобы никто не отвлекался и так далее. Эстетическая гимнастика формирует понятие о красоте тела, воспитывает вкус. В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. Елена Удот рассказывает, ее эстетическая гимнастика привлекла именно женственностью. Мы всегда в этом спорте выступаем командой. И мы уже являлись неоднократными чемпионами соревнований Крыма, соревнований в России. И у нас предстоят еще соревнования Южного федерального округа и чемпионата России. Тренируемся мы каждый день перед соревнованиями, чтобы больше сплотиться и наработать наши упражнения, чтобы в дальнейшем тоже у нас получилось хорошо выступить и мы что-то получили на соревнованиях. В эстетической гимнастике не требуется исключительных данных. Достаточно иметь хореографическую подготовку и музыкальный слух. Но главную роль играет артистичность. Важно через язык тела показать свой характер, мысль, красоту и чувства. Самое важное – всей команде быть одним целым и выполнять упражнения синхронно. Главным принципом эстетической гимнастики является единство и согласованность командных усилий. Только что мы стали свидетелями, как проходят ваши тренировки. Маршалла, у вас очень способные ученицы. Скажите, в чем заключается основная задача при работе с детьми? Ну, тут, скорее всего, любовь к детям – это главное. Если ты любишь детей, то, естественно, и результаты будут. Ну, и как в спорте в любом, нужна дисциплина. Ты любишь детей, но в то же время очень дисциплинировать их нужно. Тогда будет результат. Как нам известно, вы являетесь мастером спорта по спортивной гимнастике. Скажите, почему на данный момент ваша тренерская деятельность направлена на развитие именно эстетической гимнастики? Ну, к сожалению, когда я переехала сюда, в Крым, спортивная гимнастика была закрыта. Я, конечно, бы с удовольствием работала бы тренером спортивной гимнастики, но пришлось переквалифицироваться и пойти в художественную гимнастику. И так я 10 лет проработала в художественной гимнастике в школе Серебрянской. И когда родила свою дочку, через год я узнала, что такое эстетическая гимнастика. И мы вот все решили, что эстетическая гимнастика – это то, что входит и спортивная гимнастика, и акробатика, и художественная. Это вот то, что я могу преподать лучше. Скажите, на данный момент готовитесь ли вы к каким-нибудь соревнованиям? Да, у нас 2 марта в городе Волгограде будет проходить Южно-федерального округа соревнования. Это серьезное соревнование для нас, потому что мы там выполняем разряды. Вот сейчас сборная команда Крыма, это девочки старшие, они идут на первый разряд. Поэтому мы очень серьезно готовимся. И едут туда 4 команды. Волгоград. И скажите напоследок, по-вашему, какое будущее у этого вида спорта в Крыму? Я думаю, будущее будет хорошее, если на это развитие будет все-таки помогать не только сами тренеры, родители, но и будет помогать руководство. Руководство городского управления, руководство Министерства спорта. И я очень на это надеюсь, что этот вид спорта, он вообще массовый вид спорта, и все дети занимаются с удовольствием. Вот в нашем клубе сейчас больше 80 детей. И еще идут, и хотят заниматься. Я надеюсь на это, что будущее будет у нас хорошее. Чорг Сауна за столь увлекательную беседу. Мы желаем вам воспитать как можно больше чемпионок вашим воспитанницам. Желаем никогда не останавливаться на достигнутом и стремительно идти к своей цели. А мы напомним, что с нами была мастер спорта по спортивной гимнастике, президент клуба эстетической гимнастики Ассоль Зарема Галиева. Достоинством каждого мужчины всегда были крепкие и сильные руки. Какие именно упражнения требуется выполнять, мы вам сегодня и покажем. Итак, приступим. Мышцы рук делятся на три основные мышечные группы. Это бицепс, двуглавая мышца плеча, трицепс, трехглавая мышца плеча и мышца предплечья. И первое, с чего мы начнем, это с бицепса. Как и в каждом упражнении, в упражнении на бицепс самое главное создать правильную технику. Для начала берем гриф обратным вкладом, локти прижимаем к туловищу. На выдохе делаем резкий подъем до подбородка, опускаем плавно и без остановки сразу следующий повтор. Не помогаем спиной, работа у нас только руками. В данном упражнении следует выполнять по 3-4 рабочих подхода и не менее 10-12 повторений. А теперь мы вам покажем упражнение на вторую мышечную группу. Это у нас будет трицепс, трехглавая мышца плеча. Существует несколько вариантов выполнения этого упражнения. В данном случае мы будем выполнять его на прямой рукоятке, держав рукоятку хватом сверху. Самая основная задача прижать локти в туловище, сделать небольшой наклон вперед. Далее на вдохе сгибаем руки в локтевом суставе, также не выпуская локти вперед и на выдохе резко выпрямляем локти. Еще раз. На вдохе мы сгибаем руки, на выдохе выпрямляем. Самая главная задача полностью выпрямлять руки в локтевом суставе. А следующим упражнением в нашем арсенале на мышцы рук будет упражнение на мышцы предвлечья. Также оно является базовым при подготовке по армрестингу, так как именно предвлечье является основным вектором нагрузки при борьбе на руках. Основные технические моменты этого упражнения заключаются в том, чтобы сместить нагрузку с запястья и задействовать мышцы предвлечья. Для этого мы берем узким хватом гриф, предвлечье смыкаем вместе, далее на вдохе полностью отпускаем вниз штангу и на выдохе резкий подъем. Закручиваем кисть вовнутрь, тем самым у нас максимально напрягаются мышцы предвлечья. Также плавненько отпускаем и резко закручиваем. Напоминаю, что обязательно мышцы предвлечья должны быть сомкнуты, иначе мы не сможем полностью завернуть штангу вовнутрь. Вдох, выдох. В данном упражнении требуется выполнять от 15 до 20 повторений и не менее 4-5 рабочих подходов. Сегодня мы вам показали 3 базовых упражнения на развитие мышц рук. Это на бицепс, двуглавые мышцы плеча, трицепс, трехглавые мышцы плеча и мышцы предвлечья. Также эти мышечные группы являются мышцами-антагонистами и рекомендуется выполнять их в одной тренировке. При физических нагрузках не забывайте употреблять достаточное количество белков, углеводов и жиров, так как именно 70% вашего успеха зависит от правильного питания. Сегодня мы с вами приготовим вкусный и легкий греческий салат. Для этого нам понадобится болгарский перец, помидоры, огурцы и лук. Приблизительно для такого количества овощей мы используем 150 грамм сыра фета, еще нам нужны будут оливки. А для заправки салата используем лимонный сок, чеснок, соль, орегано, оливковое масло и черный молотый перец. Сначала будем нарезать огурцы. Все овощи для салата нарезаются крупными кусками. Помидоры разрезаем пополам и вырезаем сердцевину. Далее каждую половинку помидора разрезаем примерно на 5 одинаковых частей. Следом нарезаем болгарский перец. Его мы очищаем от семенной коробки и режем крупными кусками. Для того, чтобы салат выглядел более насыщенным и аппетитным, мы взяли перец двух цветов – красного и желтого. Все нарезанные овощи помещаем в миску и перемешиваем. Далее берем половинку красного лука и нарезаем его кольцами. Нарезанный лук выкладываем сверху на овощи. Самое время приступить к приготовлению заправки. В отдельную посуду выдавливаем чеснок с помощью чесночницы. Добавляем немного соли. Выдавливаем приблизительно столовую ложку лимонного сока. Сюда же наливаем примерно 4 столовых ложки оливкового масла. И в конце добавляем молотый черный перец. Заправку хорошо перемешиваем и сразу же равномерно поливаем салат. Стараемся поливать так, чтобы заправка попала на все овощи, так как салат перемешивать уже не будем. Сыр нарезаем кубиками приблизительно 1,5-2 см и добавляем их в салат. Сверху посыпаем салат сушеным или свежим орегано. По-другому его еще называют душица. И последний ингредиент в нашем салате – оливки. Вот такой яркий, аппетитный, а главное полезный получился греческий салат. Приятного аппетита! А наши корреспонденты продолжают отслеживать последние новости на полуострове. Какими же спортивными достижениями за прошедшую неделю порадовали нас крымские спортсмены – смотрите в обзоре новостей. Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта. Недаром два из трех призывов дивизии – быстрее, выше и сильнее – можно, не задумываясь, отнести именно к легкоатлетическим дисциплинам. Легкая атлетика составила основу спортивной программы первых Олимпийских игр. Позицию лидерства легкой атлетики удалось завоевать за счет простоты и доступности. Эту традицию она сохранила и сегодня. У нас сегодня проводится республиканский турнир «Надежда Крыма», также открытое первенство детской спортивной школы номер один по легкой атлетике, посвященное Дню Героев Отечества. Возраста у нас три возраста – 2002 год рождения, 2003, 2004, 2005 и 2006 год рождения и моложе. Это первенство традиционное мы проводим сначала как просто было первенство в последние годы, с 2014 года мы проводим уже как республиканский турнир одновременно. Оно проводится с 2000 года, 17 лет подряд. Бег – один из самых старых видов спорта, по которому были утверждены официальные правила соревнований. Он был включен в программу самых первых Олимпийских игр. Сегодня на соревнованиях ребята преодолевали дистанцию 800 метров. Каждый из них упорно шел к своей цели, но победу одержали самые выносливые и быстрые. Республиканские соревнования. Мне это было легко. Дистанция была 800 метров. И я долго, упорно тренировался. Мне нравится спортсмен Усейн Болт, это чемпион мира, и в будущем я бы хотела бы на него похож. Пока одни ребята преодолевают свою дистанцию, другие в это время активно разминаются, готовясь выйти на беговую дорожку. Ведь каждый из них пришел сюда исключительно за победой. Дмитрий Яцюта уже не первый год занимается легкой атлетикой. За это время успел установить рекорд своей школы. Сегодня его пришли поддержать родные и близкие, которые уверены в его победе. И не зря. Он очередной раз оказывается быстрее своих соперников. Победа была довольно-таки трудная. Я к этой цели шел довольно долго, упорно и трудился на тренировках. На соревнованиях присутствовали и те, кто с успехом прошел спортивный путь и добился достойных результатов. Анастасия Бундер с 11 лет занимается легкой атлетикой. На вопрос о спортивных достижениях отвечает с улыбкой. Она заняла третье место в Украине, шестое в России и первое в Марокко. Сегодня же пришла поддержать ребят и сказать несколько напутственных слов. Мне сегодня пригласили поздравить участников в качестве, опять же, мастера. Чтобы, возможно, вдохновить в чем-то ребят. Сегодня день надежды, чтобы они лучше себя чувствовали, как-то лучше выступали. Очень многое зависит от того, насколько ты смелый. Дети часто думают, что у них что-то не получится или, может быть, где-то я не добегу. И вот этот момент, главное, чтобы человек в себе убрал этот барьер. Вот мне бы хотелось пожелать, чтобы просто ничего не боялись дети. Всех победителей соревнований наградили почетными грамотами и медалями. Но главный приз – это занять первое место на пьедестале. В Симферополе на выходных провели чемпионат по смешанному боевому единоборству ММА. 175 спортсменов из разных уголков Крыма боролись за победу и участвовали в боях без правил. Организаторами чемпионата выступила Федерация смешанного боевого единоборства. Лучшие бойцы по итогам соревнований вошли в сборную республики. И в будущем они будут представлять полуостров на других чемпионатах. Все идет на то, чтобы популяризировать смешанное единоборство, ну и спорт. Сегодня мы проводим чемпионат и в рамках чемпионата еще перец среди юношей. На сегодняшнем турнире будут отбираться лучшие спортсмены республики по этому виду спорта, которые войдутся со сборной и будут представлять уже республику Крым на других соревнованиях международного уровня. Потенциал спортсменов республики Крым на очень высоком уровне, только лишь нужно одно. Это нужно давать им шанс проявлять себя, нужно создавать условия, нужно развивать и дать им развиваться, как спортсменам. Только после этого, вот благодаря таким турнирам, спортсмен растет в профессиональном росте. Мы этому, как Федерация, способствуем и надеемся на хороший результат. В ММА существуют две основные стратегии ведения боя. Ударная техника, когда боец стремится выиграть путем ударов руками, локтями, коленями и ногами. И борцовская, когда боец использует броски, захваты и болевые приемы. Впрочем, для улучшения способности ведения боя традиционно используются состоявшиеся боевые искусства. Главный судья чемпионата был приглашен из Краснодара. Он поделился своими впечатлениями от поединков и отметил высокий потенциал крымских спортсменов. Первый раз приехал на ваше мероприятие. Я вижу, что есть у вас очень такие талантливые ребята, которые могли бы достойно представлять вашу республику на чемпионате Южного федерального округа. Также у вас открытый турнир проходит по юношам, по молодежи. Тоже несколько человек я увидел, которые ребята талантливые, могли бы через несколько лет представлять взрослую сборную России. Несмотря на то, что этот вид спорта называют кровавой бойней, он является одним из наиболее быстро развивающихся, о чем свидетельствуют показатели продаж платных трансляций боев, а также количество занимающихся. К сожалению, наша передача подошла к концу. Сегодня мы поговорили об эстетической гимнастике. Несомненно, этот вид спорта придает силу и грацию каждой девушке. А чтобы достичь желаемого результата, нужно каждый день минимум по два часа уделять тренировкам. И помните, чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри – желания, мечты и цели. С вами был я, Ленур Катаев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok